Чуть более года назад страна узнала о существовании яркого блондина по имени Ярослав Дронов. На момент выхода песни «Встанем», которую артист с громким псевдонимом «Шаман» посвятил погибшим в Великой Отечественной войне героям, у него уже оформился круг преданных поклонников. Однако именно эта композиция помогла ему покорить музыкальный олимп, практически в превратив певца в любимчика миллионов. Далее Дронов выпустил клип на песню «Я русский», а затем и вовсе мастерски перепел российский гимн. Однако не так давно «Шаман» подвергся жестокой критике за свое новое детище. В клипе на песню «Медоисполнитель» предстал в образе многоженца. Готовность уже давно не свободного красавчика, а счастливить сотню дам, мягко говоря, была понята не всеми. В какой-то момент парни даже начали обвинять в желании заработать все деньги мира, а особенно разбушевавшиеся граждане даже перестали называть Ярослава патриотом. Шокировал свою публику. Вышел на экраны клип под названием «Мед», где наш любимый шаман уже вовсе не поет что-то душевное, патриотическое о родине, о своих чувствах к ней, а, ну так скажем, работает в жанре какой-то пограничной лирики, которая была бы ближе условному Стасу Михайлову, рассуждают ведущие проекта «Метаметрика Лайф». Судя по всему, молодому артисту сейчас приходится не сладко. В надежде осчастливить женскую аудиторию, певец подвергся травле, хотя, казалось, что девушки уже давно мечтали о выходе романтического клипа с его участием. Мол, шаман плавно скатывается вниз, вместо того, чтобы сосредоточиться на том, что у него действительно получается блестяще. Ранее известная вокалистка Ольга Кормухина и вовсе предрекла Ярославу незавидную участь, посчитав, что парень рано или поздно все равно останется у разбитого корыта. Субтитры создавал DimaTorzok